Имена героев на карте города Чебоксары в честь 75-летия Великой Победы в столице республики проходит акция, которая знакомит младших школьников с участниками Великой Отечественной войны, поощряет их исследования в области военной истории. О летчике Михаиле Сапожникове, чье имя носит одна из Чебоксарских улиц, наш сюжет. Каково это быть сыном героя? Александр Сапожников в таком статусе живет всю жизнь. Отца наградили золотой звездой как раз в год его рождения. Летчик-разведчик Михаил Сапожников ушел на срочную службу в 1940-м, а уже осенью 1941-го после летной школы попал на фронт. Ну, летал он, да, часто он и звание-то получил, совершил больше 120 боевых вылетов, был разведчиком, летал на дальние расстояния. Иногда мы вот и с Валеркой, с братом все спрашивали, «Папа, расскажи свое что-нибудь». Так, это вот один из эпизодов, там вот он рассказал. И он, когда в плен попал, получилось, как ранили стрелка-родиста, и их, они приземлили, значит, они сидели там в каком-то сарае, а этому стрелку-родисту там то ли клюшку дали, то ли палку какую-то, чтобы он ходил, сам, и двигался. Им поесть принесли. Этой клюшкой они, значит, немцам прибили, а у него еще оказалась ракетница. Они вдвоем со штурманом убежали, а стрелок-родист остался со сломанной ногой. Или перебитая нога была, или что-то такое, вот он рассказывал. И когда они бежали, но за ним погоня была, и они... А, вот собаку спустили на них, овчарка. И отец, он говорит, я, говорит, застрелил эту овчарку. И мы, говорит, продолжали. Но, говорит, штурмана, говорит, убили, а я сам, говорит, один перешел линию фронта. А вот и когда я перешел линию фронта, у меня, говорит, фуражка была прострелена. Это, пожалуй, все, о чем рассказывал Михаил Александрович Близким. Хотя прослужил целых 20 лет, и в Чебоксары вернулся лишь в 1960-м. Не настаивал, чтобы сыновья стали военными. В воспоминаниях был скуп. Летную форму надевал только по праздникам. Но звезду героя носил всегда, даже на гражданской одежде. Вот он ее даже потерял около гостиницы Чуваши. А летом было какая-то женщина в окно говорит, гражданин, вы, говорит, что-то потеряли. А у него душка перетерлась. Он вернулся, поднял. А ему потом дубликат сделал. Все, кто знал Михаила Александровича Сапожникова, вспоминают, скромный был человек, спокойный, несуетный. Но характер у него, несомненно, был сильный. Что героическое, во-первых? Вот сейчас вспоминала, там перечитывала. Он попал в плен. И, ну, видимо, это с его слов еще было написано, как все это происходило. Одна мысль, говорит, все время была в голове. Как жаль, что так мало сделал. Всего 45 боевых вылетов. Когда уже его привезли в этот лагерь, он говорит, присмотрелся там с кем-то, сразу сошелся с ребятами такими же пленными. Значит, решили бежать. Как бежать? Все обсудили. Любой ценой, но отсюда вырваться надо, чтобы не задерживался. Так вот на следующий день вечером они совершили побег. Невестка Татьяна Михайловна, тоже, кстати, дочь военного, сделала специальное пособие, которое пригождается ей и на уроках в младших классах, где она работает учительницей, и для того, чтобы рассказывать молодым поколениям Сапожниковых о подвиге прадеда-героя. Я эту раскладушку специально сделала для детей. Для внуков, для правнуков я сказала. Не будет нас, передавайте из поколения в поколение, потому что здесь вся судьба вашего дедушки, прадедушки, все его заслуги, все подвиги. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Андрей Шоклев, Республика.